В Самарском ДК «Заря» отметили День пожилого человека. На праздник пригласили почетных работников образования города. Многие из них и сейчас ведут активный образ жизни. Работают на предприятиях и в общественных организациях. Тему продолжит Ольга Павлова. Восемь почетных работников образования, ветераны педагогического труда, сегодня были удостойны благодарственных писем от главы Самары Елены Лапушкиной и памятных знаков за патриотическое воспитание молодежи от городской думы. Среди них учитель географии Надежда Орлова, преподаватель физики Валентина Борзунова, педагог Самарского университета Путейсообщения Зинаида Сосевич, учитель начальных классов Валентина Полубабкина и многие другие. Все они внесли огромный вклад в развитие педагогики и воспитание подрастающего поколения. Они понимали нас, мы понимали их. Надолго запомнятся мне, мои выпускники. Среди них и космонавт Сергей Васильевич Авдеев, мой ученик, и доктора, и профессора, и академик. Ветеран труда, почетный работник образования России Лариса Кукина 45 лет отработала преподавателем музыки по классу фортепиано в музыкальной школе и детском саду. Своих воспитанников ценила, старалась выявлять наиболее одаренных и прививать им любовь к музыке. Сейчас Лариса Константиновна трудится во Дворце ветеранов и является активным участником художественной самодеятельности группы «Дебют». Педагог – это наставник. Это наставник детей на хорошее, на доброе. Самое лучшее, что может быть в жизни. Дети сейчас более уверенные стали в себе, более знающие. Ну, а музыку любят все. Многие почетные работники образования и сейчас ведут активный образ жизни. Работают на предприятиях, в общественных организациях. Чтобы ежедневно люди пожилого возраста чувствовали себя уверенно и защищенно, им оказывается всесторонняя поддержка со стороны администрации Самары и Городской думы. Мы проводим мероприятия и культурные направленности, спортивные мероприятия, организуем экскурсии для граждан пожилого возраста, конечно же, обеспечиваем санаторно-курортным лечением наших граждан пожилого возраста. Мы проводим очень много мероприятий совместно с ветеранами. Это и школьные мероприятия, это и в парках мы проводим, и субботники совместные. И ветераны всегда рядом, всегда нам помогают. И это очень отрадно, и мы всегда поддержим их. День пожилого человека принято отмечать ежегодно 1 октября в России с 1992 года. На сегодняшний день на территории городского округа Самары проживают около 300 тысяч граждан пожилого возраста. Ольга Павлова, Петр Паломеев, События.